Уважаемые коллеги, друзья, товарищи, траурный митинг прощания с сотрудниками Российского Федерального Ядерного Центра, героически погибшими при проведении работ на полигоне ВМФ, объявляю открытыми. Нас постигла большая беда, беда, которая вместе с нами теперь будет на всю жизнь. Но самая большая беда, конечно, постигла родных и близких. Они, у них самая большая боль. Они на сегодняшний день ее воспринимают и будут нести в жизни, в своем сердце и в своей дальнейшей жизни. Испытатели, героическая профессия. Сегодня в Федеральном Ядерном Центре практически каждый час и каждый день идут испытания на многочисленных наших площадках, как внутренних, так и внешних. Особое отношение к этой категории связано с Федеральным Ядерным Центром. Уважение к их профессионализму, к их самоотверженности, к их реализации в выполнении долга. Конечно, это та категория наших ученых и специалистов, через руки которых наши изделия проходят в самых крайних критических ситуациях. Именно это обстоятельство приводит в эту категорию самых талантливых и самоотверженных людей, которые преданы нашему общему делу. Сегодня провожаем последний путь наших товарищей. Мы вспоминаем о том, с каким энтузиазмом они готовились к реализации этой задачи. Стенды, тренировки, аттестации, обсуждения. Казалось бы, все было предусмотрено, но трагическое стечение различных обстоятельств привело к этой трагедии и привело к этому результату. Мы сегодня преклоняемся перед мужеством и героизмом этих людей, истинных защитников Отечества. Мы сегодня преклоняемся перед родными и близкими, родителями, женами, детьми, потому что именно в них, в кругу, были воспитаны эти выдающиеся качества патриотизма, чувства долга и выполнения задач. Сегодня большой день, большой траур, большая наша боль. С этой болью мы будем идти и анализировать ее. Создана государственная комиссия, и в рамках ее, безусловно, мы выявим мельчайшие подробности случившегося для того, чтобы сделать выводы. Но главный вывод, который мы сегодня делаем, о том, что пять наших товарищей до последнего боролись за реализацию в управлении ситуации, с тем, чтобы она пошла по заданному сценарию. К сожалению, это не удалось, и это приносит особую боль и особое чувство вины и ответственности. Слово для выступления предоставляется Сергею Владимировичу Кириенко, первому заместителю, руководителю администрации, президенту. Уважаемые родные и близкие, уважаемые сотрудники Федерального ядерного центра, коллеги, трудно говорить, потому что невосполнимая потеря, невосполнимая потеря для родных и близких, невосполнимая потеря для коллектива Федерального ядерного центра, для Росатома, для всей страны, Потому что сегодня мы провожаем последний путь настоящих патриотов своей страны, настоящих героев. Мы привыкли к тому, что люди, которые носят на своих плечах погоны, по долгу службы принимают на себя риски, обеспечивая оборонную способность своей страны. Они принимали на себя двойную ответственность. Помимо разработки уникальных технологий, уникальных изделий, они брали на себя еще и физический риск проведения уникальных испытаний, которых, к сожалению, сколько не просчитывай заранее, сколько не готовься, но исключить риск на все 100% невозможно никогда. Они, как профессионалы, это прекрасно знали, но брали на себя этот риск, понимая, что лучше них это не сделает никто. И они сделали все возможное и даже больше. Мы не можем их вернуть, но мы по праву можем ими гордиться, настоящими героями своей страны. Решением президента Российской Федерации они представлены к высоким государственным наградам. Вечная память. В адрес Ниев поступила телеграмма соболезнований от Министерства обороны Российской Федерации, от наших головняков ЦКБ морской техники «Рубин», от МИД Московский институт теплотехники, НПО «Машиностроение» город Ревутов, президента Российской Академии наук, исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Лимаренко Владимира Игоревича. Слово для выступления предоставляется генеральному директору Государственной корпорации «Русатом» Алексею Евгеньевичу Лихачеву. Глубоко уважаемые члены семей, коллеги, дорогие земляки, очень сложно говорить, действительно, мы прощаемся с лучшими. Большинство из наших ушедших сегодня товарищей, мужчины в самом расцвете сил, которым и работать, и детей растить, и родителей своих радовать невозможно. Понять ту безмерность горя, которую испытывают члены семьи, близкие родственники. Все, что мы можем сделать, мы сегодня вместе с ними. И вот здесь перед нашими товарищами обещать, что ВНИЭФ, Саров, Госкорпорация сделает все от себя возможное, чтобы помочь вырастить детей, чтобы помочь семьям преодолеть эту, конечно же, невосполнимую трату, чтобы пережить это ничем не измеряемое горе. Насколько можно, мы сегодня с вами, мы понимаем, что ответственность на многие годы, и перед лицом всех собравшихся от имени Госкорпорации обещают не относиться так же, как ко всем своим остальным обязанностям. Это герои, это люди, которые достойны государственных наград, это люди, которые достойны вековечения памяти здесь, в Сарове, это люди, которые вписали свои имена золотыми буквами в историю отрасли, в историю Госкорпорации, в светлой памяти. Телеграммы соболезнований поступили от наших коллег по ядерно-оружейному комплексу. Всероссийским научно-исследовательским институтом технической физики имени Академика Забабахина, вне имени Духова, Москва, наших коллег из ЭХП, ПСЗ, САТОН Флота, Вики-ЭТО, наших коллег, которые работают в Железногорске. Слово для выступления предоставляется губернатору Нижегородской области Глеб Сергеевичу Никитину. Дорогие близкие, ушедших, дорогие саровчане, дорогие нижегородцы, коллеги, действительно очень тяжело. Тяжело на душе, и слов найти практически невозможно, но все-таки они есть. Не могу не сказать, что давно еще до такого долговременного стратегического приезда в Нижегородскую область, всегда, когда я слышал название города Саров или название Российского федерального январяного центра, я охватывал гордость и уважение. И сейчас все нижегородцы, всегда, вспоминая об этом городе, вспоминая об этом институте, также гордятся. Научная элита, лучший из лучших, самые трудовые ученые горы, сумасшедшие традиции и достойнейшее настоящее. Но обывателям, а я себя причисляю к таковым, сложно понять, что эта работа, помимо того, что является сложнейшей, труднейшей, требующей совершенно фантастических профессиональных, интеллектуальных качеств, еще может быть и опасной. Вот сейчас мы это осознали. К сожалению, осознали вот через такой трагичный, ужасный инцидент. Мы теперь понимаем очень хорошо все, что те передовые позиции страны в мире, лидирующие позиции, способность для нее оставаться великой державой, дается в том числе и через жертву. Да, крепость ядерного щита в первую очередь направлена на то, чтобы на планете был обеспечен мир. Мы создаем то, что создаем для того, чтобы был мир. Вот сейчас эти герои отдали свои жизни за мир. Отдали свои жизни за обеспечение безопасности страны. По сути, это тоже фронт, только научный, интеллектуальный, инновационный. Но еще что хотелось сказать. Мне кажется, я понимаю, что такое Орфиас для Сарова, а Сарор для Орфиаса. Мне кажется, что мало семей в Сарове не включают в себя либо бывших, либо действующих сотрудников центра. То есть, это как большая семья. Я представляю себе, как вам всем сегодня тяжело. Мы скольбим вместе с вами, и я уверен, что абсолютно не погрешу против истины, если скажу, что с вами все нижегородцы. Ну и не только нижегородцы, с вами вся страна. Мы, конечно, действительно понимаем, что как бы нам не было тяжело, гораздо тяжелее, непередаваемо тяжелее, неописуемо тяжелее близким и родным. Крепитесь, держитесь. Генеральный директор сейчас заверил вас, обещал, что ВОСАТОМ вас не оставит. Так вот, я хотел присоединиться и сказать, что правительству Нижегородской области будем стоять плечом с плечом, с центром, с ВОСАТОМ. Мы все будем вместе, мы будем все стараться понимать, чем сможем. Овышеншим вечная память. Слова не могут выразить всю боль и горе переполняющие сердце. Не передать непомерных страданий родных и близких внезапно потерявших отцов, мужей, сыновей. И сегодня, в этот скорбный час, нам хотелось бы сказать, что провожая их последний путь, мы еще раз должны вернуться к этой героической профессии испытателей. И те решения, которые сегодня приняты и одобрены, и поддержаны государственной корпорацией ВОСАТОМ и Нижегородской областью, связаны с тем, что 8 августа 2020 года в городе Сарове будет памятник испытателям. Это то место, где мы всегда можем отдать им необходимые дань уважения и восхищения. Субтитры создавал DimaTorzok